Всем привет, Костелло здесь, и сегодня мы с вами посмотрим Чака Ревью и его обзор на Женщину Халк, которую я имел честь смотреть, и мне есть что сказать. Приветствую. Женщина Халк, художественный сериал, основанный на одноименных комиксах Марвел, который вызвал огромную бурю эмоций и скандалов среди многочисленных поклонников кинематографической вселенной Марвел. Да, короче. Какова ответственность тех, кто обладает властью? Меня особенно этот сериал поразил в плане одного эпизода, потому что был до этого эпизод, который у меня он вызвал лютый кринж, но блин, тот лютый кринж, который был вызван, это еще цветочки. В финальном эпизоде там прям ох. Ну а про все по порядку. Сериал запузырился, могнуть на свою событийность. Или же должны защищать тех, у кого властинка. Два риторических вопросов. Ответчик использовал безграничные ресурсы, политические и материальные, ради получения выгоды в ущерб общественной безопасности, что повлекло гибель. Ты выигрываешь дело, а ты вообще тут без надобности. Уверен, прозвучит лучше, если скажу я. Не знаю, почему-то мне кажется, что здесь имелось в виду не мужчина, а конкретно один герой. Хотя учитывая, что такая повесточка существует довольно давно и активно подвигается в том числе и в Велме, то... Вы выбрали выступать против GLKH, понятно? Я рад, что сериал считает меня юридическим магистром третьей степени, но... Ты кто? А это кто? А это кто? Это правда. Это наша главная героиня, Дженнифер. Я не помню уже ее фамилию, если честно. Она является адвокатом. Лайка, Ace Attorney for Phoenix Wright. Но если Phoenix Wright, он там... А он не адвокат, он прокурор. Ну ладно. В общем, вы поняли, что я имел в виду. И у нее есть брат, Халк, который Марк Руффало, и в какой-то момент она получает ту же самую способность, как и Халк, но она, когда становится тем самым Халком, она не тупеет. В отличие от самого Халка. И при этом, ну, если Халк, например, остается таким супер-качком, то женщина Халка, она остается качком, но так, что как будто бы она не менялась. Я Халк. Вы теперь, наверное, будете отвлекаться от нашего забавного сериала про адвоката, пока все не узнаете. Да-да-да, это все прекрасно. Зовут тебя как? Я вот Даня, будем знакомы. Ну ладно. Данная мадам это Дженнифер Уолтерс. Кузина Брюса Беннера. И они типа... А, кузина, не сестра? Родственники. Близкие. Все, они нам врать будут. Я сварганил устройство, которое поддерживает... Ну, учитывая, что это было в комиксах, то... И да, ребят, здесь будет очень много ломаний четвертой стены. В какой-то момент это просто перейдет очень-очень-очень-очень высокую планку. И мне там тоже есть что сказать. Кратко, но тем не менее. Это мою человеческую форму. Самый длинный ответ на как дела, который я когда-либо слышала. Этот мужчинка вообще-то щелкнул пальцем и вернул половину вселенной обратно к жизни. Это что, вот такая вот благодарность ветеранам? А? Дженни буквально затыкает. Один из. Потому что там же потом еще был ЖЧ. Брюса, чтобы обсудить по-настоящему важный вопрос. Девственник ли Капитан Америка? У Стива Роджерса не было девушки, пока он не попал в армию. Мне птичка нашептала, что одним из самых оскорбительных тропов у женских персонажей является постоянная их тяга обсуждать мужиков. Будто бы ничего более интересного в их жизни не происходит. Так можете не переживать. Женщина Халк, весь сериал говорит только о мужиках. Но не весь. Капитан Америка? Давайте буду честен. Поначалу, поначалу сериал действительно меня увлек. То есть действительно были интересные моменты, интересные персонажи. Худшие были персонажи. Вот это Титания. Это просто дикий кринж. Вот. Но тем не менее, в каких-то сериях меня сериал увлекал. Потом это все перечеркнулось. Девятой серии, но до этого мы дойдем. Середись! Что? Она попадает в аварии и получает способности... У меня кровь, уходи! Да что ж такое? Угнать за 60 секунд. Шутка ли сказана, но все эти события реально произошли ровно за минуту. Я даже засек. Что это за космический корабль? Откуда он взялся? Сокарский курьерский корабль восьмого класса. Наверное, хотели доставить послание. Странные вещи. Сами тебя находят, если ты Халк. Ага, спасибо. И как так вышло, что два маленьких пореза настолько ювелирно, точечно пересеклись? Да. И причем, по-моему, этот корабль, он потом вообще в сериале не появляется. Типа, он появился один раз и все. Он больше не появится. Если я не ошибаюсь, потому что я смотрел этот сериал год назад и мог что-то забыть. Страшный Халк. Да, годочки Халка не щадят. Не знаю. Далее, скептайм, ночь фонаря. Многим, кстати, почему-то не нравится Халк 2003 года. В отличие от 2008. Не знаю, почему так случилось. Кому-ка, вкусовщина. Птека Джин заходит в рандомный клуб, идет в туалет, куда вваливается отряд. Все, в тебя, мальчики, мы на перерывчик. Кто это так с тобой? Где твои туфли? Ты в порядке? Каждый день только твой, если оба их с тобой. Можно одолжить телефон? Ой, конечно, выбирай. Ёкарный бабай. Надо что-то делать. Что делать и на американские женщины? Че, как? Как дела? Хорошо, спасибо. Привет, я мужик. А мужики только бухают и трахаются. Как видишь, я уже бухой. Не, ну на самом деле в какой-то момент появится персонаж. Один кое-какой, который очень сильно сблизится с женщиной Халк. И это, кстати, не один персонаж такой будет. Там потом еще появится такой лысик. Вот. Но он в какой-то момент окажется предателем. Так, сериал, ну это уже даже не культурно. Я сейчас обижусь. Дженнифер просыпается в лачуге Халка. И да, кстати, ребят, если вы вдруг обратили внимание, Дженнифер когда превращается в женщина Халка, она становится не женщиной Халком, а скорее зеленой версией Майкла Джексона. Серьезно, вы просто обратите внимание на эту гримасу, и вы поймете, о чем я имею в виду. У нас с тобой редкая комбинация генетических факторов, которая позволяет нам синтезировать гамма-радиацию. Короче говоря, Халк тупеет, ну до поры до времени, до финала имеется в виду Мстителей, а женщина Халка наоборот не тупеет и даже, по-моему, какие-то другие способности преобладает. Либо она, по-моему, остается таким же человеком, когда она превращается, ну, в Халка. Кровь, лучи, гены, что-то там, и с помощью крови Дженнифер Халк исцеляет свою руку, потому что... Потому что я покруче тебя? Просто совсем другая. В лучшем смысле. Ты все, Бранли... Че, вспомнили? Алды поймут, это зайчик шнуфель. И на лугу резвится тусовка зайцев, я это помню. Ой. Бравь меня, сделай назад нормальный. Дай мне такую же штуку, которая сохраняла тебя, Брюсс. Сделай мне, под меня, откалибруй под меня. И ведь, кстати, правда, почему-то недавно зайчик шнуфель, он завирусился вот именно в немецкой версии, а не в английской, не знаю. Потому что русская версия, она не завирусится, это точно. Она завирусится только исключительно, ну, в наших краях. Ну ладно, мы отвлеклись. Иди сосать! И вот, направив на нее все свои пилы... Хрена, Халку вообще такое устройство в лаборатории. Джен превращается в Халка, что обескураживает нашего Дон Джоан. Ну не в Халка, а в зеленокожего Майкла Джексона. И все объяснения сводятся к... Тебе не придется 10 лет бороться с другой личностью. Да. Круть. Ты стала той, кем была, но слегка в другой форме. Нить хоть что-нибудь. Ты правда вообще не чувствуешь, типа, вторую руку на руле? Нет. Только я. Ну, самую малость. Че вам, так сложно, что ли? Триггеры, гнев и страх. Да это же стабильное состояние любой женщины. Ну да, это буквально все объяснение. Она стала суперумной, контролирующей свои эмоции, потому что она женщина. И это даже не шутка. Ну можно же напряжь. Не знаю, потому что так было в комиксе. Скажите, что у нее там свертываемость крови другая, что у нее стафилококк, ну что? Не, ну, если, например, я согласен, что, например, если посмотреть на другие проекты, в которых была женщина Халка, а женщина Халка, она появилась далеко не первый раз и не в этом сериале, типа, она появилась еще в мультсериале, то там, возможно, будет какая-нибудь такая весомая причина, почему она стала, ну, такой. Это кровь умного Халка, помогай проапгрейд. Не просто потому, что в нее попала кровь Халка, а? Ну, типа, ну, что-нибудь. Окей, это самая сексистская вещь, которую только можно представить. Не знаю. Это персонаж, о котором мы буквально ничего не знаем. Лишь то, что она гениальный адвокат. По словам вот этой женщины, она уж точно урать не будет, кем бы она ни была. Благодаря цисгендерному зеленому мужику становятся копии приложением к тому же самому мужику. Ну, типа, есть Тора, есть девочка Тор, есть Халка, есть девочка Халка. Она лучше во всему приорит, только потому, что она самочка. Более того, Халк превращался в неотесную гору мышц. Тогда почему у девочки Халк превращается в двухметровую модель с огромной жопой с исками и укладкой? Как ты так меняешь голос? Это круто. Почему не сделать ее такой? А потому что гикам на это сложнее будет подрочить. Кевин, не делай этого, не надо, Кевин, нет. Да ладно. На свою непротивность. Ой. Чего только с Кевином Файки в этом сериале не будет, особенно в финале имеется в виду. И да, отдельную свою реакцию на этот кринж я запостил у себя на втором канале Мем Стеллос. Зацените. Вот Кевин Файки дурашка, не правда ли? Щелкнул пальцем и загадал, чтобы половина бюджета сериала испарилась. А надо было сделать. И все уйдет на Карди Би. Итак. А, это даже не Карди Би, это Меган, Меган Три, Меган Три или Мега, Меган, Меган Стеллион. А вот это вот З или Три, по-моему, там было между вот этими двумя словами. Мега, Меган Три Стеллион, по-моему. Да, Меган Три Стеллион. Всего-то нужно было разделить оплату на четыре части. Но как Кевин Файки мог об этом знать? Ну, понятно, это реклама. Это реклама, это реклама, это реклама. Очень много рекламы. Too much. Прям too much, too much. Блин, он меня содолбает, честно. Сейчас, секунду. Так, продолжим. Кто твой лучший друг? Ники. Спандекс. Спандекс твой лучший друг. Ну, раз уж так, почему тогда одежда у нее все равно не рвется? Я, может, хочу увидеть зеленые сиськи. И вот у них стартовала... Евротренировка. Не я. Просто показывай, как надо. Ну, глянула. И нам абсолютно похер, если этот камень приземлится в какой-нибудь самолет, пролетающий в этот момент. Мужики. Мужики. А че так токсично? Те никто не звал наш... Прекрасный, мускулинный мир. Мы можем пить невероятно много и не напиваться. И в чем прикол? Ну, это прям какой-то Disney moment. Смотрите, я сейчас буду пить водку и не напьюсь. О! Ну, а теперь самое время вспомнить покойного Тони Старка. Ну, Тоня в основном бухал, сидел... Хорошие времена в тяжкое время. Да, грустно, рыгай. Да, после финала все стало как-то не ахти. Хотя, скорее всего, не после финала, а после, не знаю, нет пути домой. Позволь мыслем успокоиться, расслабь шею, согни колени, если удобно, сдержи газики, намастая на весь день. Одну шуточку пропердешь этому господину. Я отлично контролирую гнев, когда меня освистывают на улице, когда некомпетентный мужик учит меня, как надо работать, что я эксперт в управлении гневом, потому что занимаюсь этим бесконечно чаще тебя. Да ты просто проецируешь на меня что-то свое. Я специально. Мне почему-то возникает ощущение, что Чак, он, скорее всего, будет обозревать парочку эпизодов, то есть он не весь сериал будет обозревать, учитывая, что он первый сериал обозревает вот сколько времени. Ладно, это уже новая территория. То есть этот петух 15 лет потратил на изучение контроля гнева, и все это не имело никакого смысла. Сперма. Сперма в яйцах заставляет тупеть. Хоть какая она сильная! Ну вот они мылом нашвырялись, и Джен такая... И прости, что она говорила грубых, но правдивых вещей. Ого, извинения, которые лишь усиливают то, за что извиняешься. В общем, я была права, а Брюс был неправ. Сериал про юристов. Ну давай, удиви нас адвокатскими разборками авторка сериала Джосика Гао. А нет, не удивит. Одна вещь, которую мы все очень медленно осознали, заключалась в том, что никто из нас не настолько искусим в написании поражающих сознания сцен сгебного процесса. Следовательно, адвокатские речи Дженнифер будут звучать как... Дамы и господа присяжные. Никак. Да, кстати, это Титания. Человек в костюме кабаре с огромной накладной жопой. Это все, что я о ней знаю. Она срывает зуб, потому что... Да, она сама выглядит как... Все накладное в ее одном лице. Это просто жесть. Полетели. Я там 2000... И да, это будет не первая и последняя битва. А потом эта битва еще она будет в серии про чью-то свадьбу. По-моему, если не ошибаюсь. Восьмом железный человек гаечным ключом подавился. Сериал настолько элитарен, что не удосужится объяснить, что это она влетела в зал сюда. Откуда у нее супер силы? Что это был за космический корабль в начале серии? Я не знаю. А, здесь еще, кстати, я вспомнил, будет же сюжетка с Вонгом. Ох, мать моя женщина. С таким подходом можно всюду свидетелей с фрязи напихать и ничего. Ну, ну и основной сюжет, связанный с мерзостью, который здесь очень так странно вписался в эту вселенную. Потому что та мерзость, которую здесь показывают, это так персонажа зовут, он же ведь напрямую из фильма 2008 года. А у нас тут Халк Марка Руффало. И вот странно. Там Халк был абсолютно другой. Так же, как и основной персонаж. Как? Просто как? Как это подвяжут? Ё-моё. Чего не изменит? Но актриса Джамила Джамала Джамал заготовила ответ хейтерам в соцсетях. Чувак, да мне плевать. Моя мечта осуществилась. Я попала в проект Marvel. Я живу полной жизнью. А ты как поживаешь? Честно говоря, не очень. Я рад, что у тебя всё хорошо. У меня почему-то возникает такое ощущение, что она насосала. Ну, чё ты вот кричишь на меня, отзываешься. Я, может, тоже человек. Я, может, тоже чувствительный. Женщина Халк. Да! Надеюсь, прозвище не прицепится. Слишком сратая. Я ж теперь как будто тупо феминитив от Халка. Всё дело в том, что ты и есть ходячий феминитив от Халка. А ещё, почему Женщина Халк постоянно бухает? Нет, серьёзно, Дженнифер Уолтер систематическая пьяница. У неё это в порядке вещей. Даже в нарезке из-за обыденных повседневных вещей героини видно, как она постоянно прибухивает. Я бы даже не пикнул, если бы это не был нравственный Дисней. За всё хорошее против всего плохого. Где, не дай бог, упаси-ка с пути кого-нибудь в руках, кажется, сигарета. Ну, то есть, они даже Круэллу коронного мундштука лишили. Курение это плохо. Но никто не устоит от бутылочки сладкого бурбона. Я хоть не сладал Круэллу. Мне грустно и одиноко. Справедливость торжествует. Жен увольняет за погром в суде. И она из-за этого страдает, бухает и не проходит трёх минут, как таинственный дядечка в костюмчике находит её в баре и предлагает таинственную и страшную работу адвоката, которая защищает права супергероев. Я прекрасный профессионал. А все будут думать, что меня наняли только потому, что я зелёная. Я должна радоваться, что получила новую классную работу, но не могу. Один из таких супергероев, кстати говоря, старичок, который не может умереть. Если я не ошибаюсь. С работой плохо. Без работы плохо. То определись уже, господи ты, боже мой. Первым её делом становится защита Эмили Блонски. Того самого, который 14 лет назад надавал по тыкве Халку Эдварда Нортона. Вот это, конечно, славно. То есть, серьёзно, как его вписали сюда? Как? То есть, типа, нам хотят сказать, что Марк Руффало – это тот самый Халк, который боролся против вот этого вот. Но мы знаем, какой был тот Халк. А Марк Руффало – это другой Халк. То есть, как? Были времена. Дело в том, что Мерзе здесь сиделся за решёткой. Женникра приходит в секретную тюрьму для суперзлодеев и не глядя подписывает документы. Типа, похер, что играет другой актёр. У нас тут Брюс Бэннер и всё? Ну а далее мы можем сыграть в игру, что более кислое, прокисшее молоко или лицо Тима Рота. Ваш кузен считается каким-то героем, а я заперт с... Не знаю, мне кажется, что он здесь единственный, кто бы возит актёрскую игру. Здесь... где тут справедливость, Джан? Ну всё, он невиновен. Халк свалил в неизвестном направлении сериала к чертям собачьим, и вот 20 минут не проходит, как серия заканчивается. Хитрость сериалов от Дисней... И, да, присобачивают сюда ещё и этого, Шангачи. Плюс заключается в том, что это трёхчасовые фильмы, разбитые на сериал. Средняя продолжительность серии – 30 минут. Вычтем оттуда длиннющие заставки Марвел, длиннющие финальные титры вместе с анимированными титрами. Но это не во всех проектах. Например, такого нет, по-моему, в «Лунном рыцаре» и нет такого в «Локи». Там одна была серия в первом сезоне «Локи», которая длилась всего 40 минут. Открывашку в предыдущих сериях и филерные шучки по типу. А ещё срезай бюджет два раза, потому что это сериал, и получаешь по губам модельку-щихалка в виде NPC из GTA. Гениально. Знаю, вы очень ждёте Вонга. Понимаю. Просто не хочу, чтобы вы не думали, будто у нас тут типичный сериал с еженедельными камео. Ну, кроме Брюса. И Блонски. И Вонга. Забавно, что я бы хотел увидеть сериал о любом из вышеперечисленных персонажей, но только не о вас, дамочка. И вообще, вы едете по шоссе. Ну, по-моему, право вам как раз делать сериал, если я правильно помню последние новости. Вот-вот, полюбуйтесь на неё, повернусь и давай нам что-то втирать. Джен, осторожней! Ну, типа, у меня же автоматически водит машина. Пункт назначения 2. Всё, я пошёл. Свидетель будет готов сделать заявление после того, как мистер Блонский сделает своё. Как же Тимуроту... Так всё, тихо. Это, кстати, 7 или сколько его невест мерзости. Джен, халк адвокатит. Он станет фермером? Нет. Вообще-то он планирует открыть ретрит на этой территории. В общем, очень... Ну, понимаете. Я бы её не брал в адвокат. Не надо. Вот был бы способ лишить её способности, чтобы она больше никому не навредила. О, Денис Буковский только что подал мне идею. Это останется между нами. Ты псал... Ну, не тебе идею, а идею для дальнейшего сюжета, в котором один из главгадов приобретёт способности, как у Ши Халк. Они до чего бы не догадались. Тебе идеи просто вот готовые на листочке приносят. Причём, самый прикол в том, что концепт этого сериала был бы рабочим, если бы авторы сделали дурацкое 20-минутное шоу о том, где Ши Халк каждую серию защищает разных злодеев из прошлых фильмов в суде. Это было бы смешно, оригинально, но нет, гораздо оригинальнее позвать на коме... Не знаю, мне кажется, это не оригинально. Типа, подобное было, опять же, у Феникса Райта. С разными преступниками. О, Меган Тистеллион и трясти её жопой. Ти! Я говорю, Зе, Три, не знаю, как правильно вот её вот это вот слово там между двумя другими словами произносится. И да, это кринж. Сетёра серии, кстати, прикольная. Недоученик из Камар Таджа прикидывается фокусником, употворяет прикольчики категории Б, засылая к Лонгу случайным образом, чекуль мешая тем самым наслаждаться ему кланом Сопрано. Ты всё проспойлерила? Я три дня ревела. Наша героиня тем временем ищет мужиков в Тиндере. Разумеется, Дженнифер никто не лайкает, а женщину Халк завалили лайкосами, что, разумеется, Дженнифер не нравится, но при этом она всё равно идёт на свидание в образе женщины Халка. И, кстати, хотите верьте или хотите нет, но в этом сериале нет ни одного нормального женского персонажа. Будь то подруга главной героини или девчонки в туалете, которая переодевает Дженнифер в розовую шубу. Все второплановые женские персонажи это просто какие-то ходячие куклы с трёхслойным макияжем, накладными жопами в коротких платьях и с каблуками высотой с Будж-Халифу. Ого, вот это сиськи. Зайронии большие. А, сиськи большие. Это что, какая-то мета-ирония в квадрате? А? Надоело говорить о себе. Расскажи о себе. Вот сам лысик. Ого. Ну вот зачем тебе это сну-сну, девочка? Он тебя... Которому нравятся исключительно вот подобные женские персонажи. Потому что когда он увидит Дженнифер в её истинном обличии, то разочаруется и расстанется с ней. Брось ты, обидишься, расстроишься, а мне потом твоего нытью выслушивать. Вот оно мне надо. У Вонга начинается замес с демонами, поэтому сну-сну прерывается. Мисс Волкерс, почему вы не отвечаете на телефон? И всё, что делает Дженнифер во время экшн-сцены, болтает о мужиках. А в итоге Вонг их вообще всех засосал. После стольких ср... То есть, что ему мешало это сделать раньше, хотя, по-моему, там объясняют всем, что у него, типа, в какой-то момент силы закончить, я не помню. В этих свиданиях я нашла мужика, который меня слушает. Эй, родной, будь обу... Ну, он тебя не слушает. Ему просто ты нравишься вот в таком обличии. О, мускулистом. Если не хочешь радиоактивных гамма-венерических заболеваний, я предупредил. Ну его нахер. В пятой серии вновь появляется Титания, которая ворует кликуху женщины Халка, потому что... Ты нафига ей позволила? Я не позволяла, Чет. Ну да, вот что бывает, когда ты херовый адвокат. Забей уже, Дженнифер. Имя женщины Халк мое. Вот та самая серия про свадьбу. Это значит, что грядет новая... И в котором появится типа новый бойфренд для Ши Халк, но на самом деле он будет предателем. Потому что он в какой-то момент возьмет у нее образец крови. Судебное разбирательство. Нет, не грядет. По закону США нельзя защищать саму себя. Именно поэтому ее защищает другой адвокат. Почему ты не зарегистрировала свое имя? Ни разу в голову не пришло. Ты хоть что-нибудь будешь делать в своем сериале? Она настолько ни хрена не делает, что даже сайдовые персонажи ищут ей супергеройский костюм у знакомого стилиста. Точно, одежда. За тебя суд. И по-моему, кстати, у этого стилиста есть костюм Дардевила. Кстати, это по-моему единственный краш, который будет у женщины Халк. Сорви голова. Выиграли, отвоевали кликуху, которая тебе даже не нравится. Он есть. Друзья нашли за нее стилиста, и тот ей сделал костюм для плавания. И это, наверное, второй персонаж, который мне здесь понравился после Мерзости. Ну и после Халка. Ну, Халк, он здесь, хотя он ведет себя обычно, поэтому ладно, окей. Не по скидке, спортмастера. Из положительных героев понравился больше Сорви голова. Из отрицательных Мерзостей. О, Господь Бог, шлем Сорви головы. Что же сейчас будет? Это вставная свадебная серия. И если вам кажется, для сезона она вообще не вовремя, вы правы. А, Сорви головы не будет, да? Ну, хотя бы откровенно. Перемотка. Будет, будет. Но не в этой серии. Много не зашло во благо, потому что женщина Халк нашла себе мужика. Я вообще не понимаю, что из себя хочет показать сериал. Как он себя хочет идентифицировать. Если я хочу посмотреть комедийный сериал о сексуальной жизни женщин за 30, я посмотрю «Секс в большом городе» или «Отчайных домохозяек». А тут все не просто так, чувак. Тут о то же самом, но о супергероинях, о супергероях. Если я хочу адвокатскую драму, я посмотрю «Американскую историю преступлений» или «Лучше звоните Соло». Если я хочу фильм о Халке, я посмотрю фильм о Халке. А если я хочу посмотреть комедию о супергероях, которая ломает четвертую стену и отстегивает остроты, я посмотрю Дэдпула, черт его гири. И вот когда Чак доберется до того самого эпизода, который меня просто вызвал дичайший кринж, я вот чуть-чуть немножко подробно расскажу про связь женщины Халка и Дэдпула. Даже ежику понятно, что женщина Халк, ломающая четвертую стену, это канон. Так было в комиксах. Да, но какой профит это? Да, так было в комиксах, это да, но здесь немного про другое имеется в виду. Это дает сериалу. Просто раз в 10 минут женщина Халк поворачивается к зрителю и говорит «Да, мы с*** пыню. Да, я знаю, вы ждете, сорви голову, но потерпите». Терплю. Я бы хотел просить отмены ходатайства истцов о предоставлении списка клиентов подзащитного, ведь он не имеет отношения к делу. Кто этот гандон? Джен Уолтерс использует закон, чтобы помочь людям. А женщина Халк может помочь людям, когда их подводит закон. Вы ведь тоже чувствуете, не только я. Что за тебя все додумывают мужики? Да. Даже главную мораль сериала проговаривают для тебя вслух. Пользуйся. Ты совершаешь ошибку. Это ты совершил ошибку, напав на моего клиента. Ща только мылом глаза натру и при этом... Да, кстати, вот этот вот дизайнер, у которого был шлем сорвиголову, сорвиголовы, он ведь изготавливал костюм для женщины Халк, которая была в комиксах. Они все равно продолжают. Вот этот вот бело-фиолетовый. Разговаривать. Потому что теперь я надеру тебе задницу. Уф! А ты сколько раз врывалась на склад с головорезами? Напомню, у кого здесь суперспособности? Дай мне все сделать по-своему. Ага, а я тогда сделаю по-своему. Но у него способности в разы круче. Он вслепую делает все. Вслепую. Нет у тебя своего. Ты раньше этого не делала. Я все сделаю по-своему. Но у тебя нет по-своему. Ты даже не знаешь, с чем имеешь дело. Я все сделаю по-своему. Ты дура, тупая, сиди и жди. Нет, я все сделаю по-своему. Бау! А помните драку сорвиголовы, снятую одним кадром в сериале от Netflix? Так вот. Этого здесь нет. Опа! Я тоже этого ожидал, честно. Хоть я и не смотрелся в голову. Женщина Халк крушить. Да. Здесь и это решили исковеркать. Сука. Юджин, дам тебе юридический совет. Прекращай, пока не заработал более серьезное обвинение. Это, если че, чувак, который притворялся типа супергероем. И, кстати, он действительно есть в комиксах. Со способностями. Как, что ли? Нет. Просто люблю сериалы про юристов. Он прямо делает всю работу за меня. Может, мы сериал тогда про него посмотрим? Нафиг ты нам здесь еще нужна? Там будет разы еще интереснее. Я почему-то больше уверен. И ведь готовится, кстати, сериал новый по сорвиголове, в котором будет гораздо больше серий, чем в остальных сериалах Марвел. Чуть ли не 25 штук. Загадочно присел на фоне красного неона, так вот приперлась, приперлась смотреть на нее. И не стоит забывать, что у Дженнифер Уолтер все-таки есть главная сверхзадача за весь сериал. Пошли. И вот спустя дюжину попыток Дженнифер все-таки находит мужчину мечты. Слепого. Вообще похер. И через день уезжает в Нью-Йорк. А теперь скажите, каково быть женщиной-адвокатом? Это такой кайф! Один из прошлых Тиндеровичей слил фотки Дженнифера с телефона. Что выводит ее из себя, она начинает все месить и разрушать на своем пути. Это если что тот, который познакомился с ней на свадьбе. На нее даже никто не напал. Она просто психанула и начала херачить все вокруг себя. И спешу напомнить, что таким образом она могла убить кого угодно. А что говорил ей Халк? Что говорил ей Халк? Ну, хоть крутую заставку отстегнули, которая отсылается на оригинальный сериал 80-х. Уже забавный на том спасибо. У меня просто сплошные провалы. А вы, ребят, только и рады? Ну, кому как. Многие, на самом деле, также точно оскорбились, потому что среди зрителей женщины Халк были и те, кто смотрел подобный оригинальный сериал из 80-х... 70-х? Спрашиваешь. Который, кстати, часто пародировали в Гриффинах. Там даже была одна серия, в котором Стюй попросил Питера проиграть эту самую... Ну, не эту самую тему, а тему из Халка, по-моему, которая была в конечных титрах. Начинается какой-то рандомный бред эпилептоид. Один из тендеровичей женщины Халк оказывается активистом движения против женщин-супергероиня. Там и оказывается Эмиль Блонский, которая превращается в мерзость. Предыдущий хахаль украл у неё кровь... Против женщин-супергероиня, не против женщин. Из неё синтезировали сыворотку Халка, и отдали вот этому парню. Но у него нет гена Брюса Бэннера, но он почему-то превращается в скрепи-дуо. Затем появляется Титания, затем Халк, затем Драка, и сериал сам себя прерывает. Вам это нравится? Да. И в какой-то момент действительно сериал превращается в некое подобие Дэдпула. И Ши Халк стала реально влиять на сюжет. Каким образом? Она в какой-то момент действительно останавливает сериал, показывая нам весь этот интерфейс, стримингового сервиса и прочее. И она перемещается в реальный мир, в офис Марвел, к самому Кемину Файги. Чтобы она попросила его исправить концовку на ту, которую она хочет. То есть, вы понимаете, Ши Халк обрела суперспособность, которой нет ни у Дэдпула, ни у Галактуса, ни у Дармаму, и ни у Таноса. Ни у кого из супергероев или у суперзлодеев нет способности менять реальность чуть ли не по щелчку пальца. То есть, серьезно, все злодеи, с которыми мы встречались на протяжении всех лет, смотря фильмы и сериалы Марвел... Ох, господи, я уж тоже забыл, что я сказал, ё-моё, настолько-то все кринжово. То есть, еще раз, все это обнуляется. То есть, сколько мы встречали героев, сколько встречались злодеев и сравнили при этом, кто из них сильнее. Все это нахер обнуляется, когда выясняется, что женщина Халк может менять реальность. Реальность может менять. То есть, она могла в любой момент прийти в какой-нибудь, не знаю, Мстители Война Бесконечности или Мстители Финал и просто взять и обнулить Таноса. И спасти всех, или наоборот, прийти в Мстители Война Бесконечности заставить этого самого Таноса и просто... И нет перчатки Бесконечности. Вот, ребят, почему последняя серия является самым кринжово. Потому что она обнуляет все то, что было до женщины Халк. И делать женщину Халк просто ультра-сильным персонажем, который способен менять реальность хлеще, чем все остальные это делают. Чем Ванда, чем Танос, чем любой персонаж, который умеет взаимодействовать с реальностью и параллельными вселенными. Кринжовием может быть только сын Халка. Почему мой финал такой всраткий? Да, то есть, в натуре сериал прервал сам себя, Дженнифер Уолтерс вылезла. То есть, она даже сильнее Дэдпула. Дэдпула, самого главного манипулятора разных реальностей. Но он не делал так, чтобы попасть в реальный мир и переписать сценарий. Он это делал в комиксах, он это делал в непосредственно вселенной Марвел. Но тут она реально перемещается в реальный мир. То есть, она может переписать все под себя. Ой! Ну это типа пародина Кевина Файги. Да какая разница, там мог и сам Кевин Файги выйти. Вышел Тони Старк. Лох колготочный. Конечно, не слышал, потому что ты сдох. Это отвлекает от истории. То есть, видите, так можно было сделать со всеми сюжетами. И о том, как рушится моя жизнь, когда я учусь быть одновременно Джен и женщин. То есть, понимаете, в чем прикол? Все остальные дальнейшие фильмы, сериалы, Марвел уже кажутся не такими серьезными. До женщины Халк мы это все воспринимали как то, что это действительно все это происходит. И тут на тебе! Халк. Послушай, деточка, твоя никчемная жизнь никому не интересна, перестай кому говорят. Давай кульминация пройдет днем. Теперь я готова с тобой разобраться. Как классно! Только быстро. Увидимся в суде. То есть, ты сделала и без того тупой и скучный сериал еще более скучным и тупым соответствующим финалом. Можно же было... Да. То есть, я серьезно, я ожидал чего-то такого более захватывающего, а тут появляется вот такая херотень. Оторваться и показать бессмысленный глупый махач. Но нет, конечно нет. На это ведь пришлось бы потратить денюжки. Понимаете, если создатели буквально весь сериал шутят о том, что он говно, но это не делает его ни говном. Просто произошел у Риткон на ходу, где полиция появилась из ниоткуда, Тима Рота посадили, а Вонг в сцене после титров все равно его вытащил. Ой, ничего тогда, все это было. И Халк все равно появился из ниоткуда с сыном на семейном обеде, который выглядит... Не очень, ты знаешь. Твою мать. Какие уроки вынесла... Это просто твою мать. ...мейном обеде, который выглядит... Не очень, ты знаешь. Это вот что за херня, серьезно, ребят. Это вот что за прическа, это говно. Это реально мыльное говно, это что за херотень. Какие уроки вынесла Дженнифер Уолтерс? Она научилась пользоваться своими силами? Нет. Она стала хорошим адвокатом? Нет. Она научилась принимать себя такой, какая она... Она, знаете, она хлеще любого злодея. Не героя даже, а злодея. Она сама как злодей. Она есть без маски в виде Халкетсы? Нет. Я не удивлюсь, если следующим злодеем в Марвелах, имеется в виду фильм, в котором и Мисс Марвел будет, и Капитан Марвел, и каких только Марвелов не будет, злодеем будет она, я не удивлюсь, которая способна менять реальность просто по счетчику пальцев и вычеркнуть всех Марвелов. И Мисс Марвел, и Капитан Марвел. Зато она может дать тебе в табло за неугодный отзыв. Единственной, кому от этого бреда Ламантинов стало хорошо, это самой Женщине Халкетс. Но только не нам. Весь сериал себе жизнь портила, в итоге нам испортила. И знаете, я не хочу пердеть, что мол... И сейчас пока не анонсировали второй сезон, и не дай боже, не дай боже этому продолжится. Вот, раньше трава была зеленее, мускулы у Халка были мощнее, а сейчас ловите кукиш с маслом. Нет, мне нравится, что студия дает голос свежим авторам и пытается показать своих супергероев в разных жанрах и форматах. Ведь если ты... Да, голос дает, но исполняет этот голос настолько херово, просто жесть. Ой, черт вас возьми. Супергерой, это не значит, что ты будешь взрывать небоскребы, плакать на фоне небоскребов и пафос. То есть сейчас из новых проектов, имеется ввиду после 2020 года, Marvel, пока что лучший из сериалов стал только «Лунный рыцарь». Это единственный проект, который мне понравился, потому что Мисс Марвел, он показался для меня слишком скучным. Локис показался для меня слишком нудным, но потом в какой-то момент стало интересно, но тем не менее, все равно не алло. И, ну, «Женщина Халк» тут все понятно. И «Лунный рыцарь» единственный сериал, который вывез. Охереть не встать. Стоять на фоне небоскребов. Все люди разные, как и их внутренний мир и субъективный взгляд на мир. Ну, может, глазами Халка жизнь сложная и драматичная. И знаете, внутренний мир и... Прическа модельера в стиле «Я точно не пародирую Эйбл от Эсфайе, он же The Weeknd». Субъективный взгляд на мир. Ну, может, глазами Халка жизнь сложная и драматичная, в то время как глазами Дженнифер Уолтерс жизнь более простая и беззаботная. И это круто. Другой момент, что когда субъективная жизнь героини состоит лишь из бухла, нытья и поиска Тиндеровичей, тут уже стоит задуматься, а нужен ли вообще такой героине большой сериал? А? Или все-таки вот махнули лишнего в погоне за при... Нет, вообще нам нужен сериал, в котором главная героиня меняет реальность по щелчку пальца. И настолько тупо она это меняет. То есть Дэдпул бы сделал это бы опоснованно. И так сделано для персонажа. Нет, я понимаю, конечно, что женщина Халк делала это в комиксах. Но она не делала в таком масштабе. Так мог сделать только Дэдпул. Вот если бы это был сделан Дэдпул, это еще ладно, но... Прибыльный квартальной отчетностью, а, Дисней? А-а-а? Тем более он бы это сделал более продуманным. Так, все. Я приговариваю сериал «Женщина Халк» к пожизненному пердежу на галерке. Приговор обжалованию не подлежит. К пожизненному горению в огонь. Спасибо. Это отвратительнейший просто сериал. Ей-богу. Он смог своей концовкой просто перечеркнуть все то, что я видел до этого. Ужаснейший сериал. Просто отвратительный. Ей-богу. Мать моя женщина. Я реально боюсь за будущее, Марвел. Я боюсь, что станет с остальными проектами. Насколько они еще будут более гнилыми, чем обычно. И ведь совсем скоро выйдет, сука, секретное вторжение с ником Фьюри. Который, кстати, многие ожидают. И я в том числе. То есть я готов это посмотреть. Но... Ох, мать. Ох, мать. На этом все.